Сказать бы ни шагу назад, но отступать еще будем. Доллар 81 рубль, а скоро американская валюта оценит себя в 100 рублей. Это по оптимистичным прогнозам экспертов. Экономист Василий Привалов называет происходящее девальвацией. В будущем, считает он, рубль немного окрепнет, но все будет зависеть от географии коронавируса и китайской экономики. Надеемся, что месяца через два, через три экономика Китая все-таки будет оживать и тогда потребление нефти и газа будет расти. И тогда, соответственно, у нас вслед за этим, возможно, будет и падение. Рубль будет укрепляться. Но меньше 75 рублей за доллар ждать уже не стоит никогда, уверен Привалов. И сейчас предприниматели края подстраиваются под новые суммы и реалии. И, кажется, айтишники выигрыши. Спрос на дистанционную жизнь растет. Но есть другая проблема. Все-таки айти-сфера, особенно поставки железа, как мы говорим, компьютеров, серверов, ноутбуки, которые сейчас массово все стараются купить, очень сильно зависит от валюты. То, соответственно, те контракты, которые были заключены уже в рублях, они просто зачастую не хватает той наценки, того дохода, чтобы покрыть разницу валюты. Под раздачу может попасть и сфера гастрономии. Но в Барнауле этого пока не ощущают. Так хозяин популярного ресторана Евгений Кураков шутливо констатирует. За пару недель к нему пришло на пять человек меньше обычного. Говорит, погрешность. А если серьезно, то в будущем не исключает изменения меню. По нему рублю дарят сырьем. Грубо говоря, если катастрофически подорожают какие-то морепродукты или какие-то форелевые, вернее лососевые рыбки, ну будем что-то думать. Пока не хочется ничего размышлять о плохом, в конце концов, это уже пятый кризис на моей памяти. Вопрос сырья остро встала в косметической промышленности. Компания Александра Гладышева переживает нехватку и удорожание из-за пропилового и этилового спирта. Это основа самого востребованного сейчас продукта. Спрос увеличился на антибактериальное мыло, на дезинфицирующие средства, соответственно, которых сейчас нуждаются, потребность увеличилась в два раза. На сегодняшний день мы отгружаем более 500 тонн в день готовой продукции. Для сравнения, около 200 тонн мы отгружали ежедневно до этого. Перестраивается и туристический бизнес. Людям предлагают внутренние поездки. Спрос есть, ведь сколько будут закрытыми границы, неизвестно. Будут два перевозчика летать на Сочи, на Симферополь, на Анапу. То есть эти рейсы открыли, они в продаже. И самое главное, что посидированные тарифы есть для молодежи и пенсионеров. Те, кто любит, например, в Европу ездить, поехали в Санкт-Петербург на Белые ночи, еще что-то. Но, по крайней мере, есть такой спрос, он повышенный сейчас. Люди узнают, потому что все равно отдыхать надо. И, несмотря на уже сказанное, первым делом жители края ощутят до и после в магазине. Вчера выступили владельцы ленты, которые сказали, что из пяти поставщиков гречки в систему ленты четверо уже заявили о том, что они с 1 апреля повышают цены оптовые на 20% на гречку. Поэтому вот такой ажиотажный спрос населения. Просто люди, зная предыдущие кризисы, запасаются продуктами, боясь того, что цены пойдут вверх. Помимо этого, на рост цен может повлиять и инфляция. Но, по мнению эксперта, не стоит поддаваться панике и еще больше утяжелять ценник. Как и не стоит, по примеру других, брать кредит, если он вам не особо нужен. Ведь одобрить его вам могут уже на новых условиях. Анастасия Драган, Алексей Фризин, Николай Шелко. День с толком.